Есть два словечка. Это словечко И, просто буква Y, и словечко О, которое мы ставим перед глаголом. Что означают эти слова? Хотя И не видно по их внешнему виду, но каждое из этих слов внутри связано с определенным предлогом. И связано с предлогом А. А А связано с предлогом Д. Мы знаем, что предлог А это предлог направления. А ЛЕ А всегда куда-нибудь идти, да? И вот это И перед глагольное так и переводится. Туда. И ЛИ ВА, он туда идёт. А, которое связано с предлогом Д. А мы знаем, что предлог Д, это антоним предлога А, если мы смотрим на направление. А туда, ДУ, оттуда. А так и переводится. Оттуда. Глагол тогда надо другой, потому что АЛЕ это всё время куда-то уходить. Нам надо тогда глагол ВЕНИР, приходить. И ЛИ ВА, он оттуда приходит. То есть на вопрос У, ВА, ТИЛЬ, куда он идёт, отвечаем. И ЛИ ВА, туда, туда. На вопрос ДУ, ВЯ, ТИЛЬ, откуда он приходит. А тут мы как раз и видим, что перед вопросительным У предлог Д, чтобы получилось откуда. На этот вопрос мы ответим ИЛЯ, он ВЯ, оттуда он приходит. Вот такое И, которое туда, но здесь оно там. Оно же ВЫЛЬЯ. Некий ИЛЬ, это просто безличное, для безличных ИЛЬ берётся подлежащее, да? Имеет, ну глагол АВУАР, его спряжение. Там ИМЕЕТСЯ. Вот так образовалась эта наша конструкция ИЛЬЯ. Туда и оттуда это наречия такие, СУСОН ЛИ ЗАДВЕРБО. Но И и АМ могут ещё и быть местоимениями. Местоимение заменяет существительное. То есть они будут заменять какое-то дополнение. Дополнение это существительное. С предлогом А заменяет И. С предлогом Д заменяет А. Но здесь надо знать нюансы. Во-первых, они оба заменяют неодушевлённое что-то. Возьмём глагол, который требует предлога А. У него такое управление. Глагол ПЕНСЕ, думать. ПЕНСЕ А. Нас интересует только ПЕНСЕ А КЕЛЬКЮ ШОЗ. Думать о чём-то. Неодушевлённое. ИЛЬ ПЕНСА СОН ТРАВАЙ. Он думает о своей работе. Убираем всё. И предлог А, и всё дополнение, которое после него. И ставим просто И вместо этого. И получается ИЛЬ ПЕНСЕ. Он думает о своей работе, он о ней думает. ИЛЬ ПЕНСЕ. Даже если он об этом думает, да, всё равно это неодушевлённое. Так что ИЛЬ ПЕНСЕ получается. И допустим, у нас идёт уже целая предаточная часть. Потому что он думает не о себе, а о ком-то другом. Вот есть тут у нас предложение ИЛЬ ПЕНСЕ А СОКЕ ТУ ВИАН ЛАНДИ. Целая предаточная часть. Там в предаточной части просто полноценное предложение. ТУ ВИАН ЛАНДИ. Ты приезжаешь в понедельник. А он об этом думает. Он думает о том, что ты приезжаешь в понедельник. О том, что АСЕ, КЮ. Тоже всё убираем. Всю предаточную часть, целое предложение. О чём бы ни было это предложение, это всё-таки само предложение, это неодушевлённое что-то. Поэтому ИЛЬ ПЕНСЕ. Это как раз то самое местечко, он об этом думает. Теперь вспоминаем, где ДЮ предлог нужен. Предлог ДЮ фактически делает частичный артикль. Мы так и говорим. Хлеба, масла, сока, воды. То есть кого, чего. Как бы родительный падеж у нас. И это делает предлог ДЮ во французском. Называют это частичным артиклем. Но по сути своей это предлог ДЮ. Поэтому, если перед существительным ДЮЛЯ, ДЮЛЬ, может быть усечённо, если с гласного звука начинается слово ДЮ, да, и это неисчисляемое, это может быть еда какая-нибудь, напитки. Ну и абстрактные понятия тоже во французском часто с частичным артиклем. ИЛЯ ДЮ КУАЖЕ. У него есть сколько-то смелости, да. Ну, смелый он на сколько-то. И тогда мы это на АЛ заменяем. Одно местоимение всего лишь навсего заменяет слово. Тут даже удобно. Нам не надо думать, какого рода это слово, да. Поэтому, например, я это что-нибудь ем, то получится прямо-таки ЖАН. ЖАН МАНЖЕ. Я это пью. ЖАН БУА. Дальше. Второй пункт. Если предлога ДЮ требует глагол. Управление такое у глагола, что требуется предлог ДЮ. Например, ПАРЛЕ ДЮ КЕЛЬКЮ ШОЗ. Говорить о чём-то. Значит, я об этом говорю, будет ЖАН ПАРЛЕ будет. Глаголы часто требуют предлога ДЮ. Если, кстати, это такой прономинальный глагол, например, СОКЮПЕ ДЮ КЕЛЬКЮ ШОЗ. Заниматься чем-то. Как будет у нас располагаться? У нас будет ЖЕ, потом ТО ПРОНО, КОТОРЫЕ ГЛАГОЛУ. МЕ, я, меня, да? А потом уже АН. Поэтому ЖЕ МАН. ЖЕ МАН ОКЮПЕ. ЖЕ МАН ОКЮПЕ. Это я этим занимаюсь. Предлога ДЮ требует конструкции с ЭТОР, например. ЭТР КОНТЕН ДЮ КЕЛЬКЮ ШОЗ. С АВОР. АВОР БЕЗОИ ДЮ КЕЛЬКЮ ШОЗ. Там везде ДЮ. Поэтому, ну, ОН для разнообразия. ИЛЬ ОН НА БЕЗОИН, например. ОН в этом нуждается. ОН этим доволен. ИЛЬ ОН И КУН ТАН. А теперь, внимание, АТЕНЦЁ. Мы подходим к количественному словосочетанию, как я его называю. Сколько-то, чего-то. И там предлог ДЮ. Даже артикль отсутствует у слова, которое после предлога ДЮ. БУКУ ДЮ, ПЮДЮ, МНОГО, МАЛО, ТРОДЮ, СЛИШКОМ МНОГО. Да, да, любые слова. И из-за того, что там предлог ДЮ в количественном словосочетании, то мы как бы заменяем вот это словосочетание. Тут, если мы говорим от этого словосочетания, только слово, обозначающее количество берём, то мы можем даже использовать ОН даже с одушевлёнными. ЖАНЫ БУКУ, ИЛЬЯ НА БУКУ. У меня есть много, есть много. Просто в ИЛЬЯ мы ОН вставили. И эта речь может идти о неодушевлённых, само собой, но ещё и о одушевлённых. ЖЕ БУКУ ДАМИ. Например, у меня много друзей. ЖАНЫ БУКУ. У меня их много. ИЛЬЯ БУКУ ДУАЗО. ИЛЬЯ БУКУ ДУАЗО. ИЛЬЯ НА БУКУ. Предлог ДЮ используется, когда идёт отрицание, полное отрицание, как говорят. АВАР, когда в отрицании. Но и другие глаголы тоже. Используется так. Ставится предлог ДЮ. И опять же отсутствие артикля усуществительного. ЖЕ НЕ ПА ДЮ. У меня нет. ИЛЬЯ ПА ДЮ. Нет чего-то. ЖЕ НЕ МАУШЬ ПА ДЮ. Я не ем чего-то. ЖЕ НЕ МАУШЬ ПА ДЮ СЮКР. Я не ем сахара, например. Вот из-за того, что это предлог ДЮ, то мы тоже вот это дополнение ДЮ СЮКР, да? Мы его заменяем на АН. Но только здесь надо добавить нам отрицание. Если ЖЕ, то потом сразу идёт НЕ. А местоимения перед глагольными, они перед самим глаголом. НЕ их не трогает. Поэтому НО, ЖЕ НЕ НЕ ПА. У меня этого нет, да? Или ЖЕ НО МАУШЬ ПА. ЖЕ НО МАУШЬ ПА. Я этого не ем. Ну, может, не этого, может, его в нашем переводе. Главное, что мы заменили как надо.